Внимание, внимание! Этот канал для видео, который не соответствует тематике основного канала. Мастерская Питстоп. Здесь постоянно происходит какая-то малопонятная хуета, разрывающая пердаки сотням долбоёбов каждый божий день. Здесь мы любим противоречить сами себе, вводя в ступор даже бывалых интеллектуалов, поэтому убедительная просьба... УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОЗЬБА! Съебать от экрана всех опиздало с мозгом ребёнка, сферических матерей, кормящих лошадей, боевых пидорасов, низи хомячков, дровелопездок пришлительных натур, высокоморальных и не ебаться высокодухонных хуйлопанов, ибо здесь густо говорят на чистом русском языке в каждом втором, нет, блять, первом видео. И да, здесь круглосуточно работают модераторы, которые могут послать тебя на скамью запасных дегенератов или в хуй, в лес, в сад, в жопу, нужно подчеркнуть, за сильно умный или дерзкий комментарий, а потом в бан, потому что пошёл нахуй, вот почему. Тех остальных, адекватных с чувством юмора, способных смотреть на весь пиздец, что сейчас здесь будет происходить на экране, через гиперкубическую призму наркомании нашей суровой реальности, милости просим. Приятного просмотра. Здрасте. В последнем нашем выпуске вы просто завалили меня своими вернився взадами, и я просто обязан был вернуться домой для того, чтобы удовлетворить желание аудитории. Ну всё, теперь вторая часть аудитории, самое время писать верни Артём Витальевича взад, вы можете оказаться в топе, поторопитесь. Регулярно в комментариях вы у меня спрашиваете, где взять такие очки. С сегодняшнего видео этот вопрос приобретёт гораздо более животрепещущую повестку дня. Да и вообще, сегодняшнее видео обещает быть крайне ламповым, поскольку со мной связался нехуй пойми кто, а сам Денис Механик, и попросил сделать парочку обзоров на его видеоматериалы. Денис, заметь, ты сам попросил. Для тех, кто не в курсе, хочу сделать некоторые предисловия и рассказать вкратце о том, кто же такой Денис Механик. Друзья, сегодня мы узнаем, что будет, если перескочит ремень ГРМ, ну а также продолжим наши краш-тесты. Вообще, у меня не возникает абсолютно никаких сомнений по поводу того, что Денис всё-таки Механик, и некоторые его видео действительно дельные и очень даже интересные, хотя я их не смотрел. Но в то же время Денис обладает уникальной способностью совмещать несовместимое, а именно название видео и его содержание. Ну то есть для тех, кто не допёр, это когда написано одно, а вот содержание совершенно другое. Ну что, держите меня семеро. Поехали. Начнём, пожалуй, по порядку и попробуем подобрать какое-нибудь видео сразу из списка самых последних. Какие мысли у вас возникнут в результате прочтения следующего названия? Такая доработка авто повысит мощность и снизит расход топлива. То есть, следовательно, мы сейчас посмотрим что-то очень интересное для всех нас. Многие после прошлых экспериментов говорили, что невозможно увеличить мощность двигателя и при этом снизить расход. И на самом деле правильно говорили, поскольку максимальная мощность и наивысшая экономичность это два разных конца одной палки. Но подумайте сами, для чего практически на все автомобили ставится катализатор? Ну как бы у нас для этого есть Википедия. Каталитический конвертер – устройство выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработанных газов посредством восстановления оксидов азота и использования полученного кислорода для дожиха угарного газа и недогоревших углеводородов. Про последнее мы остановимся чуть-чуть попозже, чуть-чуть поподробнее. Все дело в том, что топливо в двигателе сгорает не полностью, ну а чтобы снизить вредные выбросы, его дожигают в катализаторе. Уже больше века эти двигатели делают и все никогда делать не могут. Про автоваз верно, как никогда. Ну это ладно, наша задача – любыми путями улучшить сжигание топлива в самом двигателе. Ну то есть, чтобы бензин с трубы не капал, а делал полезную работу. Ну и сейчас, я думаю, вам стало более понятно. Ну, если честно, то нет. Так вот, многие утверждают, что если установить вот такую вещь на впуск, то воздух начнет закручиваться, лучше смешиваться с топливом и, соответственно, повысится КПТ двигателя. Закрученный воздух будет проходить лучше через все препятствия и, соответственно, камеры будут наполняться тоже быстрее. Можно даже провести простейший наглядный эксперимент. Возьмем две бутылки с одинаковым количеством воды. Первую просто выливаем и замеряем время. Ну а вторую сначала закрутим, а потом выльем. В итоге закрученная вода сливается гораздо быстрее. Секундочку! А впуск у двигателя точно так же запаян, как днище у бутылки. Давайте проведем эксперимент, как он должен быть. Вот так-то будет поправдивее. У нас же в конце концов на впуске-то дырка есть или нет. Так-то, по сути, Денис прав. С закрытого объема водичка съебывается гораздо быстрее, если ее поток организовать, поскольку ровно по центру есть доступ кислороду внутри закрытого объема. А вот когда водичка не закручена, то, конечно же, она съебывается из закрытого объема чуть-чуть помедленнее. Ну что же, а теперь время попробовать открытый объем. Однако, Денис Фокусник, самое главное иметь ловкость руки, никакого мошенничества. Не самый лучший пример Денис ты выбрал с бутылкой. Но за попытку подвести к нужной мысли при использовании не совсем уместного эксперимента определенно Лойс. Давайте продолжим такой эксперимент. Но я думаю, лучше установить его не перед дроссельной заслонкой, как мы сделали это в тот раз. Ведь сама заслонка все за хрень у нас может выправить. Сегодня мы поставим ее уже после. Тогда у нас в среднем было около 6 секунд разгон до 60 км в час. Ну а сейчас где-то 5,5. Возможно, это связано с тем, что мы обогатили смесь путем установки такой доработки. Так, обогатили смесь при помощи такой доработки. То есть, твой организатор потока в первую очередь препятствует попаданию воздуха в двигатель. А значит, количество воздуха уменьшается, количество бензина растет. Тогда о какой экономичности мы говорим? Ну и как я рассуждал, что в сочетании с забитыми форсунками мы и получили такие улучшения. Об этом я рассказывал в прошлом выпуске. Если его кто-то пропустил, ссылку где-нибудь оставлю. Так вот. Блядь, это что, градусник что ли? Зачем там градусник? Это что, какая-то новая разработка автоваза, типа... Климат-контроль? Давайте сейчас проверим, забиты ли форсунки на нашей окалине. Снимаем их и смотрим. Внешне они вроде бы чистые, но есть небольшая чернота, вот особенно на второй форсунке. Так, секундочку. Мы только что говорили про экономичность и мощность и какой-то завихритель. Теперь мы почему-то говорим о форсунках. Что нахер происходит? Вот тут я не могу не остановиться на одной уникальной способности Дениса, смешать все в кучу. Причем настолько незаметно, что ты изначально вроде бы смотрел про Ивана, а заканчиваешь смотреть про какого-то болвана. Поршень очень черный, но хотя бывает и пожестче. Еще посмотрим клапан со стороны форсунки. Ну ладно, хуй с ним. В общем, остаточное содержание видео я вам не буду показывать, чтобы окончательно не разрушить ваш мозг. А вам еще как бы на секундочку предстоит от этого автора посмотреть еще три видосика до конца нашего выпуска. Так что сейчас мы подробненько остановимся на таком понятии, как стихиометрия. Итак, если максимально просто и на пальцах, то для того, чтобы машина ехала, вам с одной стороны нужен воздух, а с другой стороны вам нужен бензин. И соотношение воздуха с бензином называется стихиометрией. И если быстро оперировать всякими непонятными терминами, типа КПД, стихиометрия, бензин, воздух, бедная смесь, богатая смесь, то человека не с ведущего можно окончательно запутать, и он нихера не поймет. Но чтобы дать максимально быстро разобраться зрителю в том, что нас снова наебали и уже можно расходиться, я кое-что хочу объяснить. Оптимальная стихиометрия это когда в имеющемся количестве воздуха сгорает имеющееся количество бензина полностью. Даже очень сильно измельченный бензин, попавший в камеру сгорания, не может максимально быстро и эффективно сгореть в воздушной среде. Поэтому в угоду мощности большинство смесей, которые попадают в камеру сгорания, являются богатыми. А именно, много бензина и мало воздуха. Чем смесь богаче, тем тачка лучше валит. И ни о какой экономии не может быть и речи. Поэтому, собственно, и увеличивают количество бензина, чтобы увеличить площадь этого бензина, который отреагирует с воздухом. Поэтому и получается смесь богатая. И если хотите сэкономить, то овощите на тачке с бедной смесью, которая нихуя не едет. То есть у вас не получится максимально сэкономить бензин и при этом максимально увеличить мощность. Это взаимоисключающие факторы одного явления. И вот когда уже наши газы отработали, вступает в дело наш каталитический нейтрализатор, который зажигает недогоревший бензин, который был добавлен в угоду эффективности, чтобы двигатель ехал. По сути, если двигателю обеспечить оптимальную стихиометрию, то каталитический нейтрализатор не понадобится. Но поверьте мне, на этой машине вы ездить не захотите, потому что она нихуя не едет. И если вы все равно нихера не поняли, то я рекомендую вам прогуляться в Википедию и посмотреть вот эту вот картиночку. И также почитать описание к этой картиночке, и вам станет все сразу резко ясно. Потому что там доходчиво объясняется, что такое стихиометрия, что такое богатая смесь, что такое бедная смесь, как одно с другим связано, и как это вообще нахер работает. Ну а что касается Сабжа, то, по-моему, там просто немножко мертвенький мотор, и Денис пытается всеми правдами и неправдами заставить это корыться и ехать. Так что я боюсь, не на всех автомобилях это применимо. Я не хочу сказать, что это усовершенствование является полным говном, но, по-моему, Денис просто сам не совсем понимает, что он делает, и ему стоит подтянуть матчасть. Ну а мы, в свою очередь, медленно, но верно продвигаемся к следующему видео в нашем выпуске. Если на вашем лобовом стекле образовалась какая-либо трещина, то Денис Механик подскажет вам, как от нее избавиться. Шутка, не подскажет. Думаю, многие очень расстраивались, когда в лобовое стекло прилетал камень и возникала трещина, ну, либо от перепада температур. Я тоже очень опечалился, когда увидел на своем новом автомобиле вот такой вот скол. Новом автомобиле? А новом в каком понимании? Сначала необходимо как следует промыть эту трещину. В идеале, как появилась трещина, ее необходимо сразу заклеить скотчем. Ну а скотч должен лежать в бардачке у каждого. Ведь, если помните, с его помощью можно даже машину буксировать. Вещь просто незаменима. А буксировочный трос уже не подходит, да? Сейчас давайте попробуем эпоксидку. А, Денис, я хочу тебя поправить. По-моему, это не эпоксидка, а полиэфирная смола. Я думаю, резонно будет на досуге почитать, чем одно другого отличается. С эпоксидкой, в общем, точно мертвая тема. Но сейчас попробуем проникающую смазку. Как я только не пробовал, практически никакого эффекта я с нее не получил. Потом я взял другую проникающую смазку. И тоже никакого эффекта не было. В итоге из всего сработал только суперклей. Но и то не полностью. Остался небольшой участок, который не получилось хорошо промыть. То есть, как ни крути, но полностью трещину удалить практически невозможно. Но все-таки самый верный и надежный способ – это замена лобового стекла. Нихуя у папы Хоя, что так можно было, что ли? Так может, все-таки стоило назвать видео «Удаление трещин путем замены лобового стекла» или как-то так? Вообще, Денис уже неоднократно был замечен за съемками видео, в которых он делает нихуя, выкладывает их в сеть и имеет профит. Ну, то есть, если вдруг вы нихуя не поняли, то краткой режима к видео о том, как удалить трещину со стекла, ответ – никак. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Ну как тут не лайкнуть-то, еб ты бля? Ну, а мы, в свою очередь, двигаемся к следующему видео от Дениса Механика. Не менее интересному. Прибавка мощности авто за счет смещения меток ГРМ. Ну, а у меня, в свою очередь, во времена моей туманной юности была автомашина «Кожули», в которой я, в свою очередь, когда менял цепь газораспределения, то проебал ее на два зуба и получил почему-то убавку мощности. Может быть, я что-то не так делал, так что давайте посмотрим, может, Денис еще путнево посоветует. Случаи поломок автомобилей бывают разные, в том числе с системой газораспределения. И довольно часто ремень перескакивает на зуб или два, из-за того, что его неправильно натянули, допустим, ну, либо он просто был некачественный и вытянулся. А то ведь есть умельцы, которые делают это специально, для того, чтобы поднять мощность двигателя. Так вот, давайте посмотрим, возможно ли такое. Для этого сделаем метку на шкиве и на зубе ремня. Сейчас ослабляем его и смещаем, скажем так, на один зуб назад. Тем самым, открытие и закрытие клапанов будет чуть позднее. Посмотрим, как это скажется на работе двигателя. Делаем запуск. Он, как ни странно, работает вообще без проблем. Ну, уровень экспериментов, я думаю, вы уже поняли, да? Сегодня мы проведем эксперимент на тему того, что будет с двигателями, если кинуть в него лом. Он, как ни странно, работает вообще без проблем. Недавно британские ученые доказали, что снижение КПД двигателя обусловлено тем, что у него внутри движется слишком много всяких деталей, которые делают обратно поступательные движения. Поэтому сегодня мы удалим три поршня из четырех и посмотрим, что будет. Он, как ни странно, работает вообще без проблем. Где-то в этих наших интернетах я вычитал, что если снизить массу автомобиля, то он поедет лучше. Поэтому сегодня мы сольем масло с двигателя, поскольку он у нас слишком дохуя весит. Он, как ни странно, работает вообще без проблем. Посмотрите, Калина, какая замечательная машина. Ну а сейчас давайте сделаем еще одно смещение. Только на один зуб раньше. Ого, сейчас та машина реально поперла. 6.1, ничего себе. Это еще с учетом пробуксовки. Ух, аж страшно. Даже по видео видно огромную разницу. Но мне показалось это слишком мало, и я начал искать проблему. Заслонка открывалась не до конца. Видимо, старый владелец специальный ограничитель поставил на машине, чтобы быстро не ездить. Но я-то сделал все, как должно быть. Ну то есть, тюнинг видавшего виды тазика заключается только лишь в том, что достаточно подтянуть тросик газа. Ну а само смещение фаз газораспределения ни к чему не приводит, да? Поэтому предыдущий тест можно аннулировать. Ну так а где обещанная прибавка мощности? Я не понял. У меня же со зрением все в порядке. Вот тут написано, прибавка мощности авто за счет смещения. Это грэм. Получается, она снова наебали, и нам снова время расходиться, правильно? Кстати, такие испытания, которые мы сегодня делали, можно проводить только на бесстыковых моторах. Допустим, на дизеле с их степенью сжатия даже смещение на один зуб может привести к встрече клапана и поршня. Спасибо, хоть об этом предупредил, что есть двигатели, с которыми шутки плохи. А вообще для всех я крайне не рекомендую заниматься подобной хуйней. Ну и еще по поводу натяжки ремня. Если у вас стоит самонатяжной ролик, который с пружиной, то выставляйте метки буквально на 1 мм с небольшим запасом. И опять в котором видео мы лезем в ебаные дебри, которые абсолютно не относятся к сути видео. Я вообще очень люблю смотреть видосики, где нам рассказывают о том, как сделать автомобиль мощнее и экономичнее. Может быть, хоть здесь нас не наебут. И оно называется «Это устройство поможет сделать авто экономичнее и мощнее». Один миллион просмотров. А люди хуйню смотреть не будут. Поехали. Друзья, сегодня у нас очередная тема самоделок. И будем делать такое устройство, которое, я думаю, пригодится всем водителям, которые умеют открывать капот на своей машине. Будет два варианта. Простое и сложное. Начнем, конечно же, со сложного. Поехали. Нам понадобится топливный фильтр. Из говна и палок мы должны собрать какое-то нечто, которое нам каким-то образом поможет сделать авто экономичнее и мощнее. Ну ладно, давайте смотреть. Берем вот такой вот штуцер с пробочкой. Затем нам понадобится свеча накаливания. Берем вот такое вот деревянное основание. Далее нам нужно установить где-то выключатель. Далее берем два мощных крокодила и толстые провода. Осталось совсем чуть-чуть. Как вы уже догадались, это у нас получился дымогенератор. Вот, блядь, если честно, вообще ни разу не догадался, что это получилось. И вот только когда ты сказал, что это дымогенератор, я уже понял, что это он. Хотя даже после того, как ты сказал, блядь, сложно сказать, что это дымогенератор. Я бы сказал, что это какая-то неведомая ебаная хуйня, прикрученная к дощечке. И как ее использовать, и как она, сука, может помочь, блядь, увеличить мощность и снизить расход. Я до сих пор недоумеваю. Как же так? Почему устройство не работает? Поэтому нужно искать другое решение. Так, неведомая ебаная хуйня работает некорректно. Поэтому нужно произвести модернизацию неведомой ебаной хуйни. Окей. Для пробуй мы подключили насос стеклоомывателя. С ним в итоге устройство отлично заработало. Для чего нужен такой дымогенератор? Очень часто на моторах возникает подсос воздуха после датчика массового расхода воздуха. Соответственно, смесь идет бедная, снижается мощность и увеличивается расход топлива. О, вон оно, что оказывается. То есть, для того, чтобы сделать авто экономичнее и мощнее, его нужно всего лишь сделать. Правильно? Внимание, внимание! Это устройство поможет сделать авто экономичнее и мощнее. Показываю как. Я, честно признаться, понятия не имею, как вейп курильщика может помочь исправному автомобилю, но если Денис Механик сказал, что поможет, значит поможет. Так вот, как раз на Акалине после турбопылесосного надува возникла проблема, похожая на подсос воздуха. Турбопылесосного надува? Что? Ведь мы все-таки 0-3 бара в нее задули. И, возможно, что-то тут повредили. Да ты ебись ты от этой несчастной Калины! Что ты от нее хочешь? У него 8-клапанный мотор, сколько можно его насиловать? Хочешь сделать двигатель экономичнее и мощнее? Продай ее нахуй, купи другую машину! В ГТР, к примеру, там, я не знаю, в Додж Вайпер, в Шевролет Камара, там, ну они едут, да, поверь мне, блять. Для того, чтобы подключить дымогенератор к двигателю, я изготовил такой переходник из советской распределительной коробки. Отверстия все заклеил герметиком. Я не знаю, как вы, но я когда вижу, если механик использует красный герметик, то у меня возникают огромные сомнения по поводу его квалификации. Потому что он, боюсь, может использовать данный герметик не только в своих изобретениях и поделках, но и в вашем двигателе. А о его свойствах можно вообще целое отдельное видео снять. Опа, а тут у нас сразу несколько проблем. Во-первых, лопнул тонкий шланг на отвод вентиляции картерных газов. И еще косяк... Дайте-ка угадаю, Калина не самая удачная машина для тюнинга? Вот моя заглушка начала пропускать, которую я делал. Блять, не угадал. В итоге необходимо снять такое соединение, оценить его целостность, смазать хомут, проникающий смазкой, ну и само соединение тоже. Затем уже все качественно затянуть. В итоге удалось устранить проблему таким вот простым способом. Но иногда необходимо менять детали. Да ну нахуй! Серьезно? Оказывается, иногда надо менять детали в автомобиле. Вот, сука, открытие. Ну а сейчас смотрим более простой вариант дымогенератора, который можно сделать буквально за 5 минут. Дайте-ка угадаю, все, что вам нужно, это поймать вейпера. Берете, например, электронную сигарету за 100 рублей, надеваете на нее шланг, ставите ту же самую грушу, вот и все, быстрее и круче, точно ничего не придумайте. Вообще, если честно, весь сегодняшний выпуск насквозь пропитан привкусом наебалово. Я не могу, конечно, со стопроцентной уверенностью заявлять, что все сегодняшние лайфхаки для автомобилей являются полной хуйней, но вот чувство того, что меня поимели, вот меня точно не отпускает. Единственный вывод, который я сделал после просмотра всех вышеперечисленных видео, это то, что ваш автомобиль всего лишь нужно привести в нормальное техническое состояние, а не заниматься какой-то ебаниной. И вот тут, если честно, возникает очень сильно интересующий меня вопрос, почему механик ездит на таких ведрах? Я только что себе представил ситуацию, когда я приезжаю к Денису и говорю, что мне нужно сделать мой автомобиль мощным и экономичным. Забираю его через две недели, а у меня вся машина во всяких дощечках, шлангочках, баночках, пробочках, замазанная красным герметиком. О, блядь, отпиздец. Я, конечно, не исключаю, что сегодняшний выпуск получился так себе, но в отличие от всех самоделок, которые мы обозреваем обычно, сегодняшние все лайфхаки для автомобилей, честно признаться, меня, как человека с ведущего и понимающего хоть что-то в механике, погружают в состояние полной фрустрации, и у меня даже жопа не горит. У меня внутри полное опустошение. 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 Не судите меня строго, в следующих выпусках постараюсь сделать немножко поинтереснее, и подобрать какую-нибудь подборочку, от которой действительно волосы на голове зашевелятся. Хотя, быть может, и от сегодняшнего выпуска у некоторых волосы на голове зашевелились. На сегодня у меня, к сожалению, все, поскольку я полностью опустошен увиденным. Вы можете по-прежнему присылать свои херовые самоделки в комментарии под этим видео. Возможно, вы увидите обзор этих самоделок в следующих выпусках. Также подписывайтесь на мой инстаграм. До скорых встреч.